К сожалению, лето заканчивается, как и сезон работы детских дворовых площадок. Но это не повод грустить. Ведь любимое время года у ребят прошло в кругу хороших друзей. Малые Олимпийские игры торжественно закрылись. Там побывали и наши корреспонденты. Дворовая площадка – это праздник веселого детства, удивительного мира тайн, легенд, веселья, смеха, игр, миротворческих открытий. Веселые конкурсы, экологические патрули, театральные постановки, песни, танцы – это лето стало незабываемым. На протяжении трехлетних месяцев за звание лучшей площадки боролись такие команды, как «Лидеры», «Новое поколение», «Кока-Кола», «Неугомон», «Экстрим», «Россияне» и другие. И вот торжественный момент настал. Вчера вечером в Северном парке прошло награждение участников дворовых оздоровительных площадок. Почетным гостем мероприятия стал глава города Славянска-на-Кубани Александр Коновалов. В самое прекрасное время – летние каникулы, летний отдых. Администрация постаралась максимально создать вам условия и возможности для того, чтобы вы могли интересно, весело, дружно в своих интересных компаниях, коллективах провести это лето. И, глядя на ваши сияющие лица, смугленькие, загорелые, я надеюсь, что лето вы провели с интересом. В течение каникул ребята вели активный образ жизни. И можно без преувеличения сказать, что лето 2014-го запомнится всем участникам надолго. Я хожу на эту детскую площадку каждый год. Мне очень рада, что нам готовят Ак-Миссан, за такие хорошие конкурсы, праздники. Я каждый год участвую на этих праздниках. Без подарка не осталась ни одна из 21 команды. Наградили самых ловких, смелых, веселых, оригинальных, креативных и находчивых. Победители отметили в южном и северном округах. Команда «Обана», южане с улицы Стаханово и новое поколение северного округа. Все ребята получили почетные грамоты, а в качестве призов – спортивный инвентарь. Наградили и вожатых. Все они в течение лета были лучшими друзьями ребят. И за дня в день устраивали им праздники. Вместе играли, рисовали, фантазировали и воплощали эти фантазии в жизнь. Конечно, я буду скучать по своим деткам, но все равно, как контакты остаются, мы будем встречаться, здороваться. В рамках акции «Трудовая книжка. Путевка в жизнь» подростки, работавшие на дворовых площадках или в бригаде по благоустройству, сохранят только лучшие воспоминания о первом трудовом опыте. В этом году мы можем смело отказать, что мы выполнили свою программу. За летний период у нас всего устроено 105 человек. И так мы планировали. То есть, извините, что у нас 35 несовершеннолетних ребят работали у нас и в ремонтных бригадах, и также на площадках нашего города. Мы с наторами организовывали досуг наших малышей. Для многих ребят это лето стало первым трудовым опытом. И этот опыт станет для них бесценным. Так считает Александра Липко, которая впервые работала на дворовой площадке. «Мне понравилось очень с детьми работать. И мне кажется, им тоже было приятно со мной пообщаться. Вообще, это прикольно. Побывать так в вожатой школе. Ответ у нас такая небольшая идёт. В принципе, довольно неплохо». Три месяца лета – самое счастливое время для всех детей. Можно быть уверенными, что школьники провели его с пользой и большим удовольствием. Это лето подарило ребятам мой улыбок, новые знакомства, огромный мир творческих открытий. Впереди новый учебный год, и дети с новыми силами вернутся за школьные парты. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».